Добрый вечер, на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Новые особенности национальной охоты. Собак не притравливать, она встретит место этого кабана и ничего. Больше шоу какое-то показательное. Мнение зоозащитников и охотников выслушала Альбина Минебаева. Их разлучили еще в роддоме. Мама осталась одна. Нет никого, ни сестры, ни брата. О новогоднем чуде расскажет Алина Бережная. Высокий полет и широкий простор. После много съеденного, зо же самый лучший вариант. Дмитрий Иринин. Юбилейные надежды КамАЗа в юбилейный Дакар. И многие разработки наши. О том, какие сюрпризы готовит нам 40-й по счету ралли-рейд, Алмаз Гопиатов. Четверо погибших и столько же в больницах в тяжелом состоянии. Страшное ДТП с большим количеством пострадавших произошло сегодня на Пестричинской трассе. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. О масштабе трагедии говорит и то, что для перевозки жертв потребовалось задействовать вертолет. И на место аварии прибыл главный автоинспектор республики. Машины, превратившиеся в груду металла. Тела на обочине, капли крови на снегу, личные вещи пассажиров, разбросанные по трассе. Шок и недоумение у проезжающих автомобилистов. Увидев такую картину, невольно снижают скорость. Трагедия на 63-м километре трассы Казань-Шимардан произошла в 2 часа дня. Внедорожник Хюндай на скорости выехал на встречную полосу, где врезался в ладу 14-й модели. Судя по тормозному пути, водители пытались избежать столкновения, выехав на обочину. После аварии на место прибыл главный автоинспектор республики и спецгруппа главного следственного управления МВД по Татарстану. Водитель автомобиля Хюндай Крета, 82-го года рождения, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. Оказалось, иномарка зарегистрирована в Московской области. В ВАЗ в Татарстане в обоих автомобилях было много пассажиров. В результате удара в иномарке сработали подушки безопасности. Водитель и ехавшие с ним беременная женщина и пятилетний ребенок остались живы. В отечественной легковушке из пяти человек выжил только один. Его вместе с погибшими из машины достали прибывшие спасатели. Всех четверых пострадавших госпитализировали. Все они в тяжелом состоянии. Женщина пока нетранспортабельная, но по линии санитарной авиации организуется консультация. Беременную женщину планируют доставить в республиканскую больницу. Ребенка вертолетом уже перевезли в ДРКБ. Остальные пострадавшие сейчас находятся в Арской районной больнице. Эта трагедия открыла страшную статистику жертв дорожных аварий 2018 года в Татарстане. Татьяна Фархулин, Дмитрий Аринин, Альбина Слагараева, Рина Цафин. ТНВ Пестричинский район. К другим новостям. Охотники могут потерять своих собак. Депутаты Госдумы им предлагают перейти на бесконтактную притравку. В этом случае, по мнению охотников, они уже не смогут тренировать своих питомцев на дикого зверя. Альбина Минибаева узнала, почему русская охота может остаться без гонщих. Чтобы воды не боялась, лес не боялась, чтобы она могла на дистанции работать. Пока только у нее чисто и домашнее послушание идет. Драдхарту Татьяны Захаровой пока только 6 месяцев с такой породой можно и на кабана. Только перед выходом на зверя обязательная тренировка. Правда, депутаты теперь предлагают им исключить прямой контакт собаки и дикого зверя. У них один аргумент, что якобы многие заводят бойцовских собак на притравочных станциях ради забавы. У кого есть деньги, кто хочет эту забаву сделать, хоть бои петухов не отнимешь. Против нововведения охотники республики сегодня вышли на митинг. Законопроект уже прошел слушание в Госдуме. Решающее слово за Советом Федерации. Если законопроект примут в том виде, который сейчас существует, то собака будет тренироваться в условиях, когда зверь будет находиться в отдельном вольере. В этом случае уже собака, которая предназначена для охоты, по мнению охотника превратится в обычную домашнюю. Притравка это процесс приучения ловчей птицы или охотничьей собаки к той жертве, которую она будет настигать. Это веками было и будет. Традиции готовы нарушить зоозащитники. Они настаивают на гуманности. Вместо испытательных вольеров они предлагают обучать щенков, подавая пример во время охоты. Выгоду, скорее всего, в методе притравки, методом притравки имеют именно заводчики, которые больше делают, из-за этого, наверное, больше шоу, какое-то показательное. На этой станции никто не притравливает собак, чтобы сделать, чтобы собаки загрыли зверя. На этой станции просто знакомят собаку с диким зверем. Так, если собак не притравливать, она встретит весу этого кабана и ничего, все, собаки не будет. Сегодня охотники подписали петицию и предложили вынести изменения в законопроект. Дальше подписи татарстанцев с заявлениями охотников со всей страны будут переданы Совету Федерации. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. А тем временем в республике в самом разгаре сезон зимней охоты «Заяц», «Кабан» и «Лось». В Татарстане 99 охотничьих хозяйств и почти треть всей территории охотничьи угодья. По следам дикого зверя вместе с охотниками отправилась и Юлия Андреева. Доклад сразу по рации. Попал, не попал. Вот так с инструктажа начинается охота на Мёше, всего 30 километров от Казани. Вот они, настоящие охотники, те, кто ходят за мясом не в магазин, а в лес, как наши предки. А сколько остановок у костра, столько историй. Нажимаю на курок, а у меня есть ствола шипения и вылетает пуля, которую я вижу перед собой. Так тебе патроны хорошо выглядят. Вот такие были патроны. А Кабан посмотрел на меня красными своими огромными глазами и убежал. Владимир ходит на зверя больше 10 лет. Успешный бизнесмен. Он уже в зрелом возрасте решил стать егерем. Просто однажды разрешил себе сделать то, о чем мечтал. Ну для многих это, конечно, мечта. Егеря просто так не уходят. Их коллектив выбирает егерей. Верный друг охотников – пес Грин. Не лает понапрасну, идет по следу. Настоящая охотничья собака – это ценность. Воспитать такую непросто. На счету Грина немало дичи. В лесах у Казани живут лисы и волки, кабаны и лося. Всего 26 видов животных. Чтобы выжить им в современной цивилизации, помогают и сами охотники. Коренной житель и потомственный охотник Александр Харлам. Курирует мёшенский заказник. Каждый человек, который занимается охотой, должен сделать что-то полезное для природы. Не только брать от неё, но и делать для её воспроизводства что-то для зверюшек. Но главный враг – не холод и не голод, а браконьеры. Сотрудники Госкомитета Республики по биологическим ресурсам за год поймали 700 нарушителей. Взыскали штрафов на миллион. В последний случай за трёх русаков пришлось заплатить 200 тысяч рублей. Но чем жёстче, тем лучше, считают и сами охотники. Ведь их главное правило – не навреди, а если взял – отдай. Эх, охота – настоящая мужская забава, но и женская тоже. Сегодня в Республике 40 тысяч зарегистрированных охотников, несколько сотен женщины. Мужчинам и женщинам всем нам удачной охоты. Юлия Андреева, Андрей Сентальцев, ТНВ. Сегодня указом президента России, заместителем председателя Верховного Суда Республики по уголовным делам назначен Максим Беляев. Эту должность он занимает с 2012 года. Своим решением Владимир Путин продлил срок его работы ещё на 6 лет. Максим Беляев является кандидатом юридических наук и награждён медалью за Республики за доблестный труд. Несмотря на новогодние праздники, президентская избирательная кампания идёт без перерыва. Сейчас завершается выдвижение кандидатов. На данный момент о своём желании стать президентом Центр избирком известило более 60 человек. Это кандидаты от партии и самовыдвиженцы. В качестве кандидата уже зарегистрировали Владимира Жириновского. Владимир Путин, Григорий Явлинский и Ксения Собчак начали сбор подписей в свою поддержку. Мы спросили казанцев, следят ли они за выборным процессом и кого знают из желающих стать президентом. Мы за выборами не следим. У нас Новый год, поэтому нам они не нужны. А потом будете следить? Постараемся, постараемся. Каких-нибудь кандидатов знаете? Только один. А кто у нас? Путин. Только один. Конечно, первый раз слышу, что кандидатов 60 человек. Для меня кандидат один. 60 человек в президенты идут. Как к этому относитесь? Ну, много достаточно. Мы их не знаем. Это плохо, я считаю, что мы их не знаем. Кто по этому поводу будет, может быть, так плохо? Ну, это хорошо. Почему? Потому что, ну, выбор какой-то больше будет. Путин, конечно, тоже еще, больше загонсовать диск, я не знаю, даже, загонсовать. Путин, Собчак и какие-то другие, которые явно не выиграют. Добро пожаловать за субсидиями. В отделениях соцзащиты республики начали принимать заявления на путинские выплаты за рождение первого ребенка. Напомним, соответствующий закон был подписан главой государства и вступил в силу с Нового года. Семьи, чей доход на одного человека не превышает 13 700 рублей, с появлением первенца смогут претендовать на ежемесячные выплаты. В нашей республике это почти 8,5 тысяч рублей. Для оформления при себе мамам нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка и сведения о доходах за последний год. Выплаты будут предоставляться до полутора лет. Если приходит, нужно обязательно оформиться до шести месяцев. В этом случае мамечки вернутся с дня рождения ребенка. Если уже по истечению полугода, то там делается только с месяца обращение к нам, то есть с днями обращение к нам. Чудеса случаются. Настоящая новогодняя история приключилась сразу в двух городах республики. Семейные узы удалось восстановить спустя полвека. В Елабуге 50 лет назад родились двойняшки Любовь и Надежда. Одну девочку мама забрала в семью, а вторую Любу оставила в роддоме. Думала на время, но девочку успели удочерить. С тех пор о ее судьбе никто не знал. Однако дочь второй из двойняшек решила тетю отыскать. Что из этого получилось? Алина Бережная. Анастасия Кипрова настолько прониклась историей, что не может рассказать ее без слез. Живет сейчас в Елабуге. Она дочь той самой Надежды, сестру которой оставили в роддоме еще в 1969 году. Тогда в Елабужском роддоме родились две сестры. Надежда и Любовь. Любу мама оставила. В Елабужском родильном доме родила двух девочек-двойняшек. Любовь и Надежду. Надю она забрала домой мою маму. А вторую девочку она оставила в роддоме, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья она не сможет справиться с детьми, так как дома еще ждали ее двое детей. Бросать ребенка никто не собирался, утверждает Анастасия. Ее бабушка, мама Люба, регулярно навещала дочь в роддоме. Но в один из дней ей сообщили, ребенка удочерила другая семья и увезла в Нижнекамск. Поиски родственницы увенчались неудачей. Ее след потерялся по адресу улица Химиков. Город только начинал состроиться, и улицы переименовывались, нумерация домов изменялась. Это фотография Надежды в подростковом возрасте. Снимки Любови не сохранились. Но женщины двойняшки, а значит похожи, как две капли воды. Мама осталась одна. Нет никого, ни сестры, ни брата, ни тети, ни дяди, никого. И мы хотим, чтобы хотя бы на старости лет, уже все-таки 50, она хотя бы знала, что она жива, здорова. Даже Галя, даже голос, одно лицо, папа, я снялась. Там, где надежда и любовь, всегда живет вера, а значит чудо быть. В канун Нового года сестры нашли друг друга. И сегодня Анастасия рассказала по телефону, как удалось найти любовь. Наша сестренка случайно в интернете, в одноклассниках, нашла некую любовь просто по имени и дате рождения. Вечером ответила, что да, действительно, ее в 72-м году удочерили из Килабужского детского дома. И мы все поняли, что это действительно она. Впереди самая долгожданная встреча. В Рождество, любовь и надежда встретятся в Елабуге и проведут праздник вместе. Теперь-то они точно верят, чудеса случаются. Алина Бережная, Ирина Сушилова, Михаил Филатов, Александр Комаров. ТНВ Елабуга. Казань обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург, уступив только Тюмени и Грозному. Такими стали результаты исследования, опубликованного финансовым университетом при правительстве России. Критерии оценки медобслуживания, дороги, культуры и образования, ЖКХ и работа городских властей. Казань стала не единственным городом республики, попавшим в российский топ. В двадцатку вошли челны. Не уступили бы города республики и по качеству организации отдыха, солнечная и чуть морозная погода благоволила сегодня заняться самыми разными видами спорта. Благо, для этого есть все условия. Какие занятия облюбовали казанцы Дмитрий Аринин? Такие прыжки на таких лыжах только для тех, кто прошел многократные тренировки. Естественно, чувство полета, когда еще можно такое испытать? Первый раз я испугался и через три месяца сломал ногу, а ничего страшного. То, что профессиональные подготовки не требуют, но чувство полета тоже дают всевозможные салазки, ледянки, популярные в последнее время ватрушки. Часто катаемся с горок, и ватрушка она такая легкая, ну вот в ней садишься и съезжаешь сразу быстро. И что хорошо, в ватрушках можно прокатиться в приятной компании. И на этот раз я впереди. Надеюсь, мы не брежемся в дерево. Мы были в метре от дерева. Скользить можно и по горизонтальной поверхности. Только в одной казани, когда достаточно подмораживает, работают два десятка катков. Супер, супер. А был бы снег, найдется занятие для лыжников. Во многих парках и лесопарках проложены любительские и профессиональные трассы. В лесу дышишь сильнее, считаю, и защищаешься этим кислородом. После Нового года, после много съеденного, ЗОЖ самый лучший вариант. ЗОЖ сопутствует и широкий временной шаг. Освещенные катки и лыжные трассы работают до позднего вечера. Одна из таких появилась и на Лебяжьем. Дмитрий Оригин, Данил Филатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. А вот любители водить хороводы ждут в богатых собах герои мультфильмов, компьютерных игр, домашние животные, даже 8-метровый снеговик. Как по музею ходят сабинцы по улицам поселка. Район вполне может претендовать на лидирующее место в республиканском конкурсе на лучшую праздничную площадку. Зимние фантазии сабинца в нашем репортаже. Очень ждали снега, берегли каждую снежинку. В итоге справа профессии и слева детство. В центре собах 23 оригинальные фигуры. На их создание ушло больше недели. Теперь после каждого дождя их подкрашивают и реставрируют. Оно того стоит. Увидеть красоты теперь приезжают даже из Казани. Мы приехали сюда на экскурсию, потому что знаем, что каждый год здесь очень красиво украшают. К созданию зимних фигур ежегодно в собах подключаются все организации и предприятия поселка. Отдел культуры слепил из того, что было. А точнее из пенопласта. Работа более кропотливая, чем со снегом. На одну фигуру ушло больше месяца. Пенопласта надо резать. Для этого надо навыки определенные. А из снега, из снега можно лепить и лепить. В обрамлении снежных фигур и центральная елка. Сами жители говорят, что они достойны отдельной экскурсии. Трижды в день возле «Зеленой красавицы» развлекательная программа. И каждый раз новая. Каждый день дети с охотой играют, веселятся. Каждый день проводят мероприятия. Очень интересно. Мы каждый день ходим. Довольны. Мы прямо не с собой. Мы с Шамардана приезжаем. Особенно понравились мультипликационные персонажи. Была корова, которая очень хорошо запомнилась. Еще понравился старый телефон. Между собой среди авторов снежных статуй проходит внутренний конкурс. Участвует район в аналогичном республиканском. Уже послезавтра в поселок приедут члены жюри. Им покажут фигуры еще и ночью. Потому что при гирляндах холодные скульптуры. Бута оживают и дарят сабинцам уют и тепло. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Сабинский район. В Казани были белые медведи, а в чулнах белые волшебники. Сегодня в Автограде сразу на трех площадках прошло сказочное шоу. С гастролями приехал уличный театр из УМИ. Фантастических героев в необычном представлении увидела Алина Бережная. Жители одного города не верили в чудеса. Тогда шесть чародеев решили убедить людей. Сказка существует. Сегодня в волшебство поверили челнинцы. Здесь магия поселилась на центральных улицах города. Захватывающие трюки, завораживающие световое шоу, мыльные пузыри. В арсенале артистов уличного театра из УМИ все, чтобы зрители стали частью зимней сказки. В детстве верили все-таки. А сегодня поверили, наверное, во второй раз. Все было по-доброму, по-детскому. Нам очень понравилось. Людей на ходулях, они все были такие добрые. Девочка такая в белом костюме. Она была такая добрая, со всеми здоровалась, смеялась. Потрогать ее кремля. Да. Там пузыри были классные, было весело. Мне больше понравилось, когда там это, сальто сделали. Это очень круто было, мне понравилось. Ну и еще было круто, когда это, пузыри что-то пускали. Ну короче, это прикольно. Шоу артистов длится всего 20 минут. Но этого достаточно, чтобы поверить в чудо. Гастроли театра пройдут и в других городах республики. Уже завтра в мир магии окунутся нижнекамцы. Алина Бережная, Иль Шатаюпов, Альберт Шафигулин. ТНВ Набережной Челны. Праздники продолжаются. Завтра и воскресенье в Казани перед дворцом земледельцев необычное народное гуляние. Развернутся площадки с играми, концертами и катаниями на лошадях. Тут же все гости праздника попробуют национальные угощения и попытают счастье в лотерее. Главный приз настоящий теленок. В 40-й Дакар для 30-летней команды Камазмастер экипажи легендарной Синей Армады готовы ренуться в бой за очередными бедуинами. Через два дня стартует очередная серия знаменитого ралли. В этом сезоне Дакар пройдет по территории трех стран. Перу, Боливии и Аргентины. Какие сюрпризы готовят нам юбилейные старты Алмазга-Фиатов? Уже 30 лет подряд новый календарный год для Камазовцев начинается с Дакара. И практически каждый сезон, место и время начала гонки организаторы стараются менять. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима. После пятилетнего перерыва Дакар вернется в Перу. На территории этой страны участники гонки проведут 5 дней. Затем их ждут участки в Боливии с днем отдыха 12 января в Ла-Фасе. А завершится рейд 20 января в Кардобе, Аргентина. На Дакар-2018 Камазмастер выставляет состав в 4 боевых экипажа. Николаев, Сотников, Мордеев и Шибалов со своими командами традиционно главные претенденты на получение бронзовых бедуинов. В течение года активно готовились, модернизировали, улучшали машины, проводили экипажи, тренировочные сборы. Сделаем все, чтобы вас не подвести. Сегодня команда с двумя группами Камазмастер прилетела уже в Лиму. Проведены первоочередные работы. Машины гид-спорта «Кавал» привезены на авиабазу «Лас-Палмас», где будут проходить технические административные проверки. В ноябре перед отправкой на сложный ралли-рейд Рустам Миниханов лично произвел проверку автомобилей. Под управлением президента Камаз буквально взлетал над землей. Все, что есть самое передовое в мире, оно воплощено здесь и многие разработки, и наши российские. Всего на старт Дакара выйдет 332 транспортных средства из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика. Кто из них окажется на пьедестале, а кто и вовсе не доедет до финиша, покажет гонка. Алмаз Гафиат, Вильжат Мухаммедов, ТНВ, Казань. А далее в выпуске прогноз погоды. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok